МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, рада вас видеть. Несмотря на то, что начала я с проектов концертов, хочу спросить, как лето прошло? Все-таки отдыхали или готовили новые проекты? Можем начать с кого угодно. Вика? Очень активно отдыхали, ничего не готовили. Объехали полуроссии, Урал, Волгоградские степи, Ростовские степи, Кубань, Крым. Вернулись обратно с новыми впечатлениями. Полные сил и желание работать. Лев? Очень активно работали. Когда было время, между работой отдыхали. Ну, задумывался, да, уже о каких-то новых проектах летом. Вообще, именно летом готовится человек, творческий исполнитель, к тому, как будет проходить концертная деятельность, гастроли? Ну, за 10-12 месяцев обычно готовится все то, что будет происходить. Какие-то проекты имеют такой инкубационный период, там, минимум полгода. Если новые, а если какие-то повторы, но все равно 3-4 месяца надо, чтобы поставить это все в график и все, чтобы это было квалифицировано качественно и вовремя. Ну, я смотрела афиши, и буквально, по-моему, с начала октября, не будем говорить о конце сентября, просто концерт за концертом и там с другими исполнителями, и с оркестром. Это будут какие-то традиционные проекты, которые вот ежегодно у тебя проходят, либо это что-то новое? И то, и другое. У нас премьера этого года, проект «От героев был их времен», в котором Виктория тоже участвует. Чуть-чуть попозже об этом поговорим. Да, ну я сейчас анонсирую. Да, это песни, скажем так, советских композиторов, такие абсолютно легендарные и живущие уже много десятков лет. Дорогой для меня материал и дорогой для меня проект. Мы один раз здесь, в Барнауле сыграли, в Новосибирске эту программу сыграли. В общем, в 23-м году она зажила своей жизнью и хотим осенью еще раз ее сыграть здесь, в Барнауле. А какого это было числа? 13 октября в концерном зале Сибири. Достаточно скоро уже. Да, да. Остальные проекты тоже. Они есть и те, которые были придуманы достаточно давно, например, Высоцкий, 21-й век, но мы его несколько видоизменили. Мы его делаем на площадке Алтайского музыкального театра. А он же в Сибири проходил, да, раньше? Да, да. С участием артистов этого театра и тех людей, которые до этого были в этом проекте. В общем, интересное должно быть такое объединение сил. И это будет 7 ноября тоже в Барнауле. Ну и какие-то, в общем, есть вещи, которые на регулярной основе проходят. У меня постоянно, несколько раз в год концерты, я не знаю, в Москве, в Новосибирске, там, в других городах. И осенью еще будет сольный концерт с оркестром Сибирь. Тоже это будет 14 октября. В общем, у нас достаточно насыщенная такая концертная Да, осень такая насыщенная. Ну, слава богу. Ну, давайте тогда вернемся сейчас, раз уже начали говорить о Высоцком, да, по-моему, лет 6 уже существует проект, нет? Или я ошибаюсь? Да, да. 2017 года или раньше он был? Нет, раньше его не было, мы его придумали, если точнее, в 18-м, в 18-м. Я почему-то в интернете смотрела, где 17-е годы видела. Ну, возможно, это было начало. Да, да, это были планы, разработка и так далее. В общем, к 80-летию, со дня рождения Владимира Семеновича там Саша Скляр приезжал, участвовал, наши ребята все были. Это было достаточно такое громкое действие, на мой взгляд, очень интересное. И поскольку песни Владимира Семеновича вечны и актуальны всегда, вот мы их поем практически в год, один или два раза делаем события и здесь, и в других городах, и они неизменный, в общем, отклик находят, так сказать, в зрительских сердцах. И в этот раз вот будем делать. Делайте как раз потому, что зрители приходят, что зрителям это нужно, я так понимаю. И мне лично это нужно. Я очень люблю творчество Владимира Семеновича Высоцкого, поэтому для меня это очень дорого, ценно и любимо. Вик, а вам, ну вы в который раз уже будете вот в этом концерте участвовать? Я буду впервые. Это моя премьера, да. А, впервые, да. Я, конечно, очень удивлена была, когда меня Лев пригласил все-таки я и творчество великого Владимира Семеновича, как-то мне казалось оно не близко. Вот, но... Но вы вообще любите его песни? Я очень люблю, я выросла на его творчестве. Мой отец очень глубокий почитатель, его как композитора, поэта, актера и просто человека. И его песни всегда звучали в нашем доме, и меня всегда удивляла, как вообще можно так писать, такое владение словом, такая сила воздействия этим словом невероятная. Вот. Но всегда же воспринималась как-то вот только в его исполнении я любила слушать. И тут Лев предложил мне поучаствовать в этом проекте и дал мне песни, которые, они настолько пронзительные глубокие, кто, наверное... А вот что это за песни, может быть? Я несла свою беду и белое безмолвие. И я хочу сказать, что, наверное, так вот он был прав, потому что, по большому счету, абсолютно все равно, кто исполняет его песни, какого возраста и в какое время, потому что та глубина и та мощь и та философия, которая в них заложена, она, наверное, будет близка всегда всем и во все времена. А по исполнению, ну, сложно вам все-таки это, даже, не знаю, авторская песня, бардовская? Ну, я, конечно, не буду петь в манере Владимира Семеновича. Ну, так мне кажется, это не все споют. Я буду петь так, как я это чувствую, как я понимаю, как женщина. И я надеюсь, что все-таки получится тронуть сердца слушателей именно моим проживанием этой песни. А кто еще, кроме вас, да, Вика и Льва, будет принимать участие, я так поняла, что артисты театра еще другие, да, будут? Не только. Нет? Об артистах театра может Вика рассказать, она их знает лучше. Ну, концерт какой-то глобальный будет? Сколько он будет длиться часов после чего там? Более двух часов, это серьезная программа. Из тех, кто ранее был задействован в этом проекте, это и Владимир Кислов, Константин Башков, Вячеслав Таркаев, Ренат Баширов, ребята из разных жанров, из авторской песни, из каких-то других, более там, смежных жанров популярной музыки и так далее. Владимир Семенович, это же отдельная тема, это отдельный жанр. В общем, действительно, человек из любого жанра может прийти, прикоснуться к этому материалу и сделать что-то свое. Ну и два артиста, помимо Виктории театра музыкальной комедии. Михаил Лямин и Насимина Реман. Совершенно верно. Они тоже, как они восприняли вот это приглашение? Не знаю. А там можно было их спросить, как они восприняли. Мы не делились они с вами, я так понимаю. А мы узнаем. Мы посмотрим, как они. Репетиции уже начались? Уже репетируете? 25 сентября первая репетиция. Мы встречаемся накануне первой репетиции. Ага, понятно. То есть мы еще посмотрим. В театре будете репетировать? Пока нет. Еще нет, да? Пока нет. А в следующем году тоже, да, наверное, будет этот проект продолжиться, раз столько желающих и участвовать, и посмотреть, послушать. На самом деле, кстати, мне много кто звонил с просьбой поучаствовать в этом проекте. Людям действительно это интересно, они хотят. Ну, честно говоря, и физическая возможность всех, кто знаком с творчеством Владимира Семеновича, и кто может исполнять песни в этот проект, брать. Ну, и все-таки должны люди с определенным опытом сцедической работы присутствовать. То есть, действительно, многие хотят поучаствовать. Ну, и зритель, да, он, в общем, реагирует тепло на этот проект. Я не буду какие-то лишние говорить слова на эту тему. Скажу просто, что все концерты, которые мы играли, посвященные творчеству Владимира Семеновича, они проходили с неизменным аншлагом, с теплым приемом. И, в общем, мы были счастливы. А вот этот проект «Советские песни» — это… От героев былых времен. Да, премьера 2023. Но это тоже, эта идея, она давно в душе у меня жила. И идея простая. Какие-то песни, которые я с детства знаю, ну, Василий Соловьев-Седой, Никита Богословский, там, Ян Фрэнкель и так далее. Вот эти композиторы, которые творили более современные. Евгений Крылатов, да, чуть позже жившие, Александра Николаевна Пахмутова, ныне живущие мы, взяли лучшие произведения советских композиторов и собрали некую программу, которую я бы назвал просто «Золотой фонд советской-российской песни». А это первый раз, да, концерт? Мы готовили к 9 мая премьеру, да? А, к 9 мая была премьера, Вик участвовала ты уже, да? Да, да. Вот у тебя какие-то любимые тоже песни наверняка есть из советских времен. Вы знаете, вообще, как бы из опыта всей моей жизни более глубоких, более искренних и настоящих песен, чем песни военных лет советского периода я не встречала, потому что это душа нашего народа, потому что это и боль, это и радость о дружбе, о службе, о шутке, которая дает бодрость и дает силы жить. Это вот такая вот простая истина, и, конечно, я с огромным, с огромным уважением отношусь к творчеству советского периода и с огромной любовью исполняю эти песни, потому что, ну, я тоже родилась на них, я жила, я выросла. Они мне очень близки, они меня очень трогают. Ну, наверное, как каждого русского человека, потому что генетика наша, она все-таки остается генетикой, все, что связано с войной. Ну, причем там охват очень большой, такой период от Великой Отечественной войны до Афганской войны. То есть очень много интересных песен, действительно золотой заквас. Сколько вы там будете исполнять произведений? Сколько я исполняю произведений? Ну, я исполняю, у меня есть сольное исполнение, 4 песни исполняю сольно, у нас есть дуэтные песни, со львом мы начинаем концерт. И дуэты, есть и трио. Да, и трио. В общем, это объемный проект. Да, это очень большое. Тоже такое, где-то часа на два или больше. Чуть больше, да. Ну, он в двух отделениях идет, поэтому там действительно вот такой общий охват и исторический, и музыкальный, и все в одном. На самом деле, если говорить и про этот проект, и про многие другие, мы когда готовим их достаточно большой уже командой, есть и постоянные участники, артисты, мой соавтор в проектах, Максим Гольберг, режиссер, Леша Любар, ведущий, мы все вместе это делаем. И вот та атмосфера, которая появляется, она уже такая достаточно растянутая на несколько проектов получается, мне так кажется. То есть это не какие-то сиюминутные, вот пришел концерт, отыграл и разбежались. А появляется некая атмосфера, некое сообщество людей, которым потом хочется прийти на этот проект еще раз. Но мне представляется, что это именно так. Вот если я не ошибаюсь, то значит мы работаем не зря. Поэтому очень атмосферный проект. Ну если мы заговорили о проектах, да, совместных, знаю, что вы сняли видео на песню «Кометы». И песня новая, вообще как родилась идея совместно поработать над этой песней, когда, где можно увидеть, где снимали вообще все это, кто снимал? Могу рассказать. Мы когда начали, наверное, это после проекта «От героев былых времен», после премьеры было, я, Вике сказал, что есть идея такая, прям отдельную песню написать специально для нее и для меня. И в общем я сказал, я сделал, написал песню. Ну получилась такая история, я не знаю, о чем она. Ну и о чем она. Вы увидите и услышите. Да, мы увидите. Обязательно. Пока такой секрет небольшой. Обязательно вам принесем, увидите и услышите, да. Я ее написал, ну и захотелось снять видео. Видео снимает Миша Равенский. Было несколько локаций, было несколько съемочных дней. Здесь в Крае у нас снимали, да? Да, здесь снимали. У нас есть где. Ну это понятно. Согласна. Там простая история такая, нормальных человеческих отношений. Мне нравятся простые какие-то истории с простыми и понятными вещами. Сейчас монтаж, да? Да, сейчас монтаж. Когда премьера-то будет у нас и где? Ну я надеюсь, в октябре. Уже в октябре, да? Ну на всех площадках, какие доступны людям. Я не делаю из песен каких-то секретов, из видео тоже не делаю. Сняли, показали, записали, показали. Пусть люди смотрят, пусть люди слушают, если им безусловно это интересно. Так что вам принесем обязательно. Планы совместные еще какие-то есть у вас творческие на ближайшее время? Или вот пока вот это? Ну пока вот это, а дальше будем надеяться, что последует. Вот не всяких сомнений. Лев, ну у тебя ведь гастроли, ну точнее ты выступаешь не только в Барнауле, но и гастролируешь, да? Где зритель лучше принимает? Здесь у нас или все-таки когда ты куда-то приезжаешь? Ну тебе самому где больше нравится выступать? Почему? Да, честно говоря, бывают абсолютно разные эмоции на абсолютно разных площадках, в разных городах как-то делать какие-то выводы там скоропалительные где. Ну здесь на родине мне всегда приятно выступать. Ну бывает хороший клуб какой-нибудь в Москве такой уютный, там типа гнезда глухаря собирается, теплая публика, создает аналогичную атмосферу, тоже хорошо. Или вот в Новосибирске мы работали с программой, о которой уже сегодня много раз говорили, тоже достаточно теплая, возникает атмосфера такая доброжелательная. Поэтому я бы про географию здесь не говорил, я бы говорил здесь про то, что ты выйди, выложись, докажи, что ты не зря на этой сцене стоишь. Ну а дальше уже люди сами решат, нужен ты на этой сцене им или не нужен. Поэтому я как-то так к этому отношусь. Вика, ну коротко, не только же сейчас у нас вот эти концерты, да, которые совместные, что в театре? К чему готовишься? В театре ждем на премьеру в конце сентября «Пиковая дама» мюзикл. А дальше все по репертуару. С 1 сентября мы работаем. Взрослые спектакли, вечерние спектакли, детские спектакли, оперетта, мюзикл. Пожалуйста, милости просим. Ждем всех. Ну спасибо, удачи творческой всем. И Льву, и Вике тоже. А всех приглашаем на концерты, я так понимаю, уже совсем скоро и на эти два проекта, и на другие, которые будут на афишах. И вам спасибо. Всегда счастливы всех видеть. Всем здоровья, всего самого доброго. Благодарю. А я напомню, что сегодня мы говорили о новых проектах с альбомом «Шапир» автором и исполнителем и Виктория Гальцева, заслуженной артисткой России, солисткой Алтайского государственного музыкального театра.